здравствуйте мои дорогие мы вам еще не надоели но если мы не надоели тогда смотрите заключительную вкусную часть нашего дня со свадебной годовщины приехав домой я заварила вкусный фруктовый чай а к чаю у нас есть торт тирамису который прислала нам сюзанночка так режем вот такой тирамису эта доска нам прислала это сейчас отвалится я ее вот сюда положу тут это я другой нож взяла который обычно дают с каждым тортом пластиковый вообще нам дали деревянный сейчас же пластик не разрешен дали деревянный но такой вот коротенький что не отрежешь дай вот такой тирамису индийский чай приятного аппетита красивая жалко что я и сказала ты лучше следующий раз мне живую в горшке выключила звук там идет матч крикетный поэтому субрат там смотрит пьет чайок я кстати чайок тоже сезанночка нам прислала но не сейчас она раньше нам прислала она я люблю такие всякие с ягодами чай и вот она какой-то чай вот этот новый я заварила понравился сейчас субрат пойдет выгуливать гучика и заберет заказ из ресторана а я сделаю ему сюрприз по-быстрому замесю тесто из и на испеку пирожки он их очень любит ну вот я замесила тесто на дрожжевой у меня не было времени поэтому я сделала на кефире с содой чтобы по-быстрому пока субрат выгуливает гути потом он поедет еще одну заберет заказ из ресторана я думаю я успею пока тесто отдыхала я успела сделать две начинки одно я сделала любимую субрата картошка с грибами и луком а вторую это вот сырая тертая на терочке на мелкой капуста посоленная поперченная и добавлено немножечко размягченное сливочное масло я конечно больше люблю из тушеной капусты причем из кислой тушеной капусты так меня мамочка учила ну вот по-быстрому можно вот такой из сырой она более полезная там потому что так как она сырая капуста но она очень вкусно получается попробуйте если мелко натереть вам нужно по-быстрому вот размягченное масло добавить посолить поперчить вот и все ну что давайте ускоряться а то я не успею к приходу субрата а чтобы нам было веселее поставлю музыку а а а а а а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субрат не будет есть Субрат съест только свежее Поэтому тесто остается И начинка остается Когда ему понадобится я приготовлю Еще один я сделаю такой круглый Как пирог с капустой Чтобы тоже не возиться Субрат не очень такой ест Поэтому я сделаю для себя Потом его разрежу как пиццу Я вообще-то с пирогами, с тестом Не очень дружу Поэтому я не часто готовлю Особенно сейчас, в последнее время Я очень редко готовлю Я не знаю, но последний раз, может быть Месяца 4-5 назад готовила И то не пирожки, пиццу готовила А нет, пиццу я недавно готовила Гостям А пирожки, вот действительно Я вообще, может быть, даже год Как не готовила Так, пример с меня не берите Они немножко у меня корявенькие Но они вкусные Честно сказать, вкусные Не такие красивые, как положено Но они вкусные Чтобы излишки масла убрались Я проложу бумажное полотенце И пошла за первым пирожком Первый пошел Второй пошел Второй пошел А третий пока жарится Вот третий Пирожки для моего мужа Дорогого Я уже приготовила Остал самой капустной Вот теперь Дошла очередь И до моего пирога С капустой Сейчас я направлю камеру Вот так я положу В другую сковородку Уже Она поменьше Мне нужна такая поменьше Чтобы была Подровняю его Вот и все Пока он тут будет жариться Мне нужно тут убраться На кухне Попрятать Вот все Оставшееся тесто Начинку Сейчас я все это разложу Спрячу в холодильник Нарежу салатик И все Остальное принесет муж Посмотрите Что с ней делается Сейчас мне нужно Как-то перевернуть Смертельный номер Вот так Вот Аккуратненько перевернула И ничего не случилось Субрат уже пришел И принес Всякие вкусняшки Сейчас я вам покажу Вот такие ножки Куриные В количестве Две штуки Вот такие ножки И вот Это называется Чикен малай кебаб Чикен рашмид кебаб Чикен рашмид малай кебаб Это вот такое Оно Типа как в сметанке Сделано В сливках Шашлычок Но в сливках Девочки Я не умею Одной рукой снимать Одной рукой раскладывать Поэтому я отключаю камеру Субрат сидит Смотрит крикет Так Вот у меня Такой небольшой Накрылимый столик Вот я сделала пирожки Я очень редко делаю Поэтому Такие они у меня Не очень красивые В последнее время Я вообще практически не делаю Я забыла когда делала Тем более Это не дрожжевые Я сделала на кефире По-быстрому Так Это вот Это у нас Чикен малай кебаб Это мы купили Салатик я порезала Капуста, морковка, огурец Даже тут малосольный огурец Вот И вот такие ножки Соусом Это мы купили Вот Так как мы уже сегодня Обедали в ресторане Поэтому как бы не очень голодные Поэтому мы вот взяли Немножечко Вот такой у нас стол Так Теперь Субрат делает нам Алкоголь Хорошо Давай Мне он сделает Пинаколада Коктейль Там уже мне он налил Немножечко водочки Кстати Хотела бы вам сказать Я водку Когда вот Пока я жила в Украине До 22 лет Да Я водку практически не пила Не практически Я вообще даже не пробовала никогда Вино пробовала Но водку я вообще У меня как-то папа не пьющий был Ну как-то в семье у нас не очень-то Ну так По праздникам родители Ну я вот Я говорю Я там могла шампанское там выпить По праздникам Вот Вино Коктейль какой-нибудь Но не крепкие напитки А вот здесь А вот здесь в Индии Пришлось Вина практически тут нет Вот Это у нас такие продаются Вот специальные Для коктейлей Там уже все-все-все там намешано Кокос И Пинаколада Это вот кокос И панепл Как Панепл как по-русски Ананас Ну ты тоже Тебе тоже в красивый стакан налей Нет Я просто чуть-чуть Чуть-чуть Ну в красивый стакан налей А это что? Водой пьешь Субрат такие стаканы не любит Это для коктейлей Это женский Он любит вот такие Височные стаканы Ну для виски Вот Такие вот стаканы Он обычно пьет виски Но сегодня вот Немножечко водку Ну не ложкой мешают А мешают специальной такой палочкой А я пошел Ну не нашел А ты спроси у Люды где? Нет Люды это другой разговор Они в сторуме стоят В вазочке Нет Потому что там написано Что хорошо надо мешать Ну вот я сейчас принесу Вот Мне розовенькую девушку Тебе синенькую Ну мне не надо Тебе что же помешать? Мне розовенькую Да Тебе синенью Нет, не надо Так, коктейль готов Я уже готов Комешалку Это называется Гилаван По-индийски называется Гилаван Но это не официально Но это такой Индийском Такой языке Вот это мешалка Вот это мешалка Гилаван Ну гилаван Гилаван Я понял Гилаван Это называется Гилаван Так вот Видно вам нас? Ну все, мы приступим Давай немножко Поздравляю тебя Со мной Ну все Присоединяйтесь к нам Если вы ужинаете Присоединяйтесь к нам Добрый вечер Добрый вечер Никаких фильмов Хороших не было Ну давай Отсюда Постывай Я буду Рассказывать А ты можешь Себе положить И мне положить Вот Все? Да Так вот Мы хотели Хотели посмотреть фильм Но фильм у нас Не получилось Посмотреть Потому что Фильмы там Ну не очень Как-то были Какие-то такие Один более-менее Говорит хороший Но он тоже Это там Про убийство Про Ну не хотела Такое смотреть А вот Тяжелый фильм Не хочу У нас сегодня Праздник Как-никак Потом мы Походили Немножечко По магазинам Там Ну так Ничего Мы ничего Практически Не купили Потому что Я хотела Посмотреть Там Но мне не понравилось У нас Намечается В ноябре Нам нужно будет Ехать в Дели На свадьбу К другу нашему Вот помните Хайдарабацкая Моя заказчица Вот у нее Оба сына Которые живут В Японии Они женятся Один на Голанхе Да, по-моему Это потом Будем Разговаривать Ну Это еще Далеко Свадба Ничего А второй На Японке И вот У них Свадьба Будет в Дели В ноябре Мы поедем туда Поэтому Мне надо Какой-то Наряд Красивый Новый Но сегодня Я посмотрела Ничего Такого Хорошего Не было Так что Ничего Я не купила Себе Ну вот Все Будем Ужинать Вот Вот Такое У нас Небольшое Семейное Торжество Пока-пока До свидания Наш Папа 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 Ты что Звал Меня Давай Теперь Курицу Мне Да Гучу Гучу Теперь Курицу Тебе Надо Да Субра Тут Крикет Смотрит Поэтому Нормально Какие-то Сладкие Малая Вот Вы видите Как мы Поели Вот Одну Курицу Съели Вот Эту С салатом И Пирожочки А Вон Там Вторая Курица У нас Так И Осталась Будем Завтра Ее Доедать Вот Так Завершился Наш День Тридцать Седьмой Свадебной Годовщины Те Мужественные Подписчики Которые Досмотрели До конца Мою Трилогию Сейчас Увидят Мои Фотографии Первого Дня Моего В Индии Это Не Свадьба Это Такой Прием Потому Что Я приехала Так Как У нас Свадьба Была В сентябре 25 Сентября Я приехала В Индии Уже В феврале Следующего Года 86 Поэтому Устроили Такой Небольшой Прием Дома Это Правда Фотография Это Я В Запорожье Субрат Попросил Сари После Нашей Свадьбы У какой-то Там Студентки Попросил Сари Я Надела Его И Сфотографировалась Я Прям Как Цыганка Аза Здесь В таком Пестром Сари Вот А это Я Уже Первый Мой День В Билай Я Приехала К сестре Домой Она На меня Надела Это Сари Это Мое Сари Мне Субрат Купил В Деле Вот Это Муж Сестры Старше И Ее Сын У нас С сыном С племянником Разница Один год Так А это Я Надеваю Это Уже Мы Домой Приехали Домой К Субрату Надеваем Друг Другу Гирлянды Из цветов Это Вот Старшая Сестра Она Благословляет Меня Вот Это Вот Средняя Сестра Старшая Сестра Муж Старшей Сестры И оба Брата Субрата Это Бабушка Ну Двоюродная Бабушка Субрата Вот А это Вот Все Женщины Сестры Мама Вот Спиной Сидит Это Мама Вот Это Я С Племянницами Со всеми Это Субрат Меня Тут Кормит Сладостями Худышку Ну Вот Вы Увидели Какие Мы Были И Какие Мы Стали Спасибо Вам Всем За Внимание Спасибо Кто Был С Нами В Этот День Мы Были Не Одни С Нами Были Тысячи Желаю Вам Всем Крепкого Крепкого Здоровья Мирного Неба Счастья Вам